здравствуйте дорогие друзья дорогие подписчики и гости моего канала независимо от своего национального и религиозного происхождения добро пожаловать на мой канал дорогие мои как известно скоро вполне возможно что между азербайджаном и армении будет подписан мирный договор и это безусловно очень большой плюс это очень радостное событие меня лично это радует объясняю почему за 32 года независимости нашей страны то есть с момента развала советского союза между азербайджаном и армении было не просто война а целых две войны 2020 году закончилась вторая карабахская война и в этом году 23 году в карабахском конфликте уже была поставлена окончательная точка и представители армянской стороны то есть глава армянского государства николова ведь пашинян неоднократно официально заявлял что карабах является территорией азербайджанской республики и признал территориальную целостность азербайджана то есть 86 600 квадратных километров это вместе с карабахом он признал карабах азербайджанским он неоднократно делал заявление что готов подписать мирный договор с азербайджаном я считаю что его нужно подписывать на зло всем врагам на зло всем врагам и азербайджанского и армянского народа нужно это подписать но я думаю что вполне возможно что представители третьих стран будут против того чтобы мирный договор был подписан это может быть скорее всего это будут западные страны я не удивлюсь если французский президент эмануэль макрон будет делать свои маразматичные заявления но он это умеет у него это супер получается что из-за того что они так любят армян имеют ввиду франция поэтому они такие заявления делают нет франция это европейская страна а европа всегда ходила в шестерках у соединенных штатов америки то есть это за это запад запад никогда не желал мира на постсоветском пространстве вначале они хотели добиться распада советского союза советский союз распался к сожалению сегодня они боятся нашего всеобщего объединения потому что понимают что вместе мы сила и они по мере своей возможности делают все чтобы вызвать у всех нас ненависть к российской федерации чтобы не объединились они делают все чтобы на постсоветском пространстве было как можно больше конфликтов. Карабахский конфликт решился. Это прекрасно, что он решился. Правда, жаль, что военным путем решился. Много людей погибло, к сожалению. Но тем не менее он решился. И мы сейчас должны быть сильными, как никогда, чтобы подписать мирный договор и не поддаться провокациям со стороны третьих стран. Потому что наши жизни, жизни наших родных и близких, намного выше всяких амбиций и всяких заявлений со стороны третьих стран. Какие бы это страны ни были. Мы должны добиться мира в нашем регионе. Я очень надеюсь на то, что мы его добьемся. И как я всегда люблю говорить по поводу Азербайджана и Армении, что я искренне надеюсь, что единственным местом, где азербайджанцы с армянами будут использовать огнестрельное оружие, это будут только военные учения и то только холостыми патронами. Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до свидания.